Прозвучал свисток про початок другого тайма. Рахунок, нагадаю, 2... 5-2 вернище. И одразу ж набагато активнейше, распочиная Родос, усведомляют они, что треба видегроватися. Да, все совершенно не то, что нужно. Не то, что планировали. Игра пошла не в их русле. Но вот ошибка у нас у Прунова. Это буквально нельзя такое делать. И у нас забивает Мнищенко. А зовут его... Юрий. Да. Поэтому как ассист, конечно, защитывать не будем. Гол. Еще один есть. Я думаю, что Родос осознают, что бить нужно. Именно точно. Достаточно игровой практики у вратаря. Удары. Судается вид быта Супрунова. Ну, теперь и хватка Базарева. Рогучий. Утримовка чуть-чуть пасовый, но трошки не дотягивается. Все равно считаешь, что передача была удачной и в целом классной. Посты, вот это кутовый. Базарев. 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 Просты, замените его. Давай, идите. Я буду. Замешите. Замешите. Ура! Базарев! Замешите! Подожди, Серия! Ох! Вадим, туда! Какая работа у Семёна! Вот с ударом, мне кажется, немного поспешил, можно было прицелиться лучше. Диагональная передача, Довбыш. Протримаем мяч. Дочекался к підтримке, Нищенко. Нищенко забивает, гол. Юрий отзначается после пасу Довбыша. Да, и я, кстати, отмечу, наверное, то, что нужно пытаться, может быть, кого-то поставить на ворот, а через силу, не знаю, очень сегодня не уверенно Супрунов стоит. И тут вопрос о том, кто станет победителем, зависит от того, как будут отбивать удары эти дальние. Ну, обомышливо Сибавендин знову удастся приспать соперникам, хотя, мне кажется, в другом тайме это будет тяжело сделать. Довбыша, вмещу центральную зону, хорошая передача, а вот невеличкая помарка была, и через это классно нагоду втрачено. Яценко, я классно буквально на личных сантиметрах поля разобрався. Да, но потом в итоге все равно ошибился, немножко, будем так говорить, вторым темпом устал разыгрывать. Снова Яценко Сергея, опять же, против Ворежука, на Супрунова сыграл, Супрунов просто на вынос центр, это был немножко неуточно. Ну, а вот тут Ворежука, ведь означается, еще зривнее, рахунок высокий, я разумею. Да, 5-5, таким образом у нас счет становится, и Ворежук Михаил еще один гол забивает. Конечно, если бы Бланкин Алексей был на воротах, однозначно было бы непросто. С такой игрой Родос. Но, может быть, счет давил, когда был после первого тайма таким, я бы сказал, психологически некомфортным. Яценко, как красиво против троих футболистов разбирается. Максимов сыграл на Третьяниченко. Да, неприемный рикошет, Лисюк перший на підборе, відпосылав на Рогульчика Артем. Притримает мяч, отыграл на Семена, ключик на Яценко. Крючка забирает этот мяч, отыграл на Крючика. Классное перехопление от Семена Крючика. Удар, вдаётся сблоковать. Довбишь, сам на сам. Удастся пробитись. Ну, идти в бровку смог, но там Лисюк не даёт себя свободно обыграть Сергей. И заставляет выйти просто убежать. Вау. Мяч сохранили. Рода сейчас разыгрывает. Мяценко через центр, опять же смело, очень неплохо играет на Артёма. Да, разглоковано. Замынка, пока мяч повернётся на поле. Сыграл на Артёма Рогульчика, какая обработка удаётся ему с разворота. Максимов не тот футболист, который, будем так говорить, будет уступать. А в индивидуальной борьбе... Минут разыжёл ту картку за Супер-Рэчку. Натрёма Рогульчика. Пачечник. Максимова даёт на Ярослава, Третьяниченко назад. Стараются резать очень непростыми дальними передачами, которые не так-то просто отдавать друг другу. Ну это стиль Родоса. Такой футбол они, будем так говорить, играют. Мяч втрачено. Перехопили на этот футбол. Ну небезопасно так насправді. Згодо зараз не привезли собі проблем. Классно перехоплення. Симов. Классно втримав контрольную ситуацию. І це продає результат. Гол. Третьяниченко, Ярослав. Капітан команди відзначається після передачи. Дмитра Максимова. Ну да. Классно був, устоял, будем так говорить, мимо летящих ног в отборе. Все удалось. Удержать мяч и уже отдать спокойную передачу, которая, будем так говорить, стала максимально результативной. Не отдається втримати мяч. Артем Омрагольчик фентиет. Пасечник перед ним. Пасечник до Третьяниченко. Максимов на Пасечника. Есть разрыв сейчас. Можно разыгрывать доверного. До верного. Барабаторский жирцованов сделал сейф. Рагульчик на Симаха. Пасечник на Мнищенко. Ключик Семенов перехватывает Рагульчик. Ну, тут можно было индивидуально играть, а вот никто не подсказывает, что сзади, что нужно ускоряться. По-моему, просто устали. Сиба, уэннинг сейчас. Просто трехно затягивается. Макровольский, да, целый мяч, а? Семен. Другой доторг от голкипера. Это будет вильный удар. Но сами соби створили проблем с этой бавендией. Что правда, мы увидим, как удастся впораться с этой ситуацией. Чемало мы таких вильных ударов видели. И, честно говоря, не часто они бывают результативными. Станьте, Яра, стань поближе. Тогда вступим в раунде. Писать, когда капитит. А потом перерывчик, а тем нет, а смена. Вот. Да, раздвуховано Туртниченко на битборе. Тут я классно парахоплю Кобзарев. Разгоняется. А вот дали пребраться с Навдоецем. Ух, какое неприятное падение на самом деле на плечо. Достаточно досадно и неприятно приземлился. Не смог, будем так говорить, сгруппироваться. Ну, мы будем сподеваться, что все в порядке. Слушай, просто неприятно впав. Ничего серьезного. Прострел, но не дотягивается до этого мяча Рогульчик. Мабуть, трошки за сильно и не так прицельно, как хотелось. Макровольский на пасечке. Снова Макровольский. Есть перехват. Сейчас если забить шестой, ну, сейф у нас на самом деле делает Чучка. Олег. Это передача, не проходить. И сразу же сейфа Венди намагается разогнатися в атаку. Яценко, ну, за силой, те, что треба, но все же выше ворит. Я стою спиной. Как я понимаю? Какие ты на меня смотришь? Да, да, да. Ворота, не меняемся? Да. 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 Я видел здесь продолжение. Тайм-аут для Родоса. Будет невеличкий перепочинок. Ну что, завершился перепочинок. Можливо, какие-то будут змены по горе. Тайм-аут исчерпал себя. Нищенко. Нищенко. Дубыш. Дубыш отдал, точнее, Нищенко отдал на Дубыша. Вот сейчас пачечника подключили. Он один, будем так говорить, последнего защитника отыгрывает сейчас. По-моему, ставка сейчас на контроль мяча у Родоса. Ну, тут порушение правил с боку Лосюка, однозначно. Одразу же намагается швидко разиграть. А от мяч, что катился, рефери – это пидмиты. Мищенко. Протримаем мяч, повертає пасечнику. Ну да, разыграли в стенку. И тут просто грудные заносить. Уворотится мяч «Ворежук». Ну, еще, схоже, покер виду Михаила. Да, многие, будем так говорить, в бомбардирской гонке позавидуют о легкости забитых сегодня Михаила. Но на то, и, наверное, будем так говорить, и есть чемпионат. Кому-то больше повезло забитыми. Вот сегодня, например, два из мячей, как минимум, достаточно легко дались. Хороший момент только, чтобы у Артема Рогульчика пробивал он зрячее в дальнюю. Наверное, даже целился в девятку, ну, чуточку не точно. Максимов на Долбыша. Неудачная обработка. В итоге, будем так говорить, завершает эту прекрасную комбинацию. Кобзарев, протребляет мяч, разменяется. И от Сенка. Семен. Ну, ключик классно развернулся, от опеки избавился. Тут уже тесновато, на самом деле, начинает разыгрывать. Ну, на Кобзареву нас отыграли. Удар, сблоковано. Просто новина. И что? Вдастся? А от трошечки не вистачило до цьому парашютику, как бы так сказав. Кобзарев от Долбыша, аби мяч взлетел в ворот. А Булок был бы очень интересный гол. Яценко. Диагональная передача. Чуть сильно, чуть сильно. Чучки на воротах нету. Удар. Тут уже всеми силами отбивается Родос. И удается им разрядить обстановку. Просто невероятно. Кобзарев. Некая пауза была взята, наверное, для восстановления. Выбрали лучший момент. И классный сброс Семена Ключика на Рагульчика Артема, который тоже сегодня выдает отличный матч. Ну, вот он забивает сегодня, будем так говорить, тяжелые мячи. Потому что... Ну и за показником. Гол плюс пас у него уже достаточно непоганый показник, как вы говорите. А сколько голов забил он сегодня? У него выходят три асисти и два гола. Да. Гол плюс пас. Реализация хорошая. Яценка Сергей отдавал в догонку на Кобзарева. Передача не прошла. Варежук хороший перехват сделал. Отработал. Вот надо обышать. Чуть не точно. Да и, наверное, чуть неожиданно для Дмитрия. Настолько сильно, что отдаст передачу. Яценка. Просто на вынос. За что? Ну, в отборе ты сыграл в подкате, постелился, не дал пробросить. Дмитрий тут уже, казалось бы, избавился и проиграл эту стартовую скорость. Артем, ну, есть, будем так говорить, доп-опция подкат. Если ты умеешь его делать, то отбору дается всегда. Ну, не всегда, но на сегодняшний случай. Много сейчас борьбы наблюдается. Напомню, что счет 7-6. Всего один мяч разделяет Родос и Сиба Веннинг. Пяткой пытался Семен сбросить. И сейчас выгодная позиция для Родоса. Пика, удар. Белозворота. Один раз еще Супернов кидает. Не наиболее удалим чином, но... Бродба. Добышу вдаётся втримать мяч, вот пасовая Вен назад на Максимова. Сейчас, в данный момент, мне кажется, такое впечатление, что обе команды так устали друг от друга, что пытаются где-то отдохнуть, но выигрывать-то нужно. И вот эти ошибки, которые мы видим порой, это как раз результат того, что просто тяжело дышится. Классный пострел. Двичи бедрят такие удары досыть потужнее. Я могу одно сказать. Оба ключика пробивают очень плотно, как мы теперь видим. Второй удар был достаточно сильный. И если бы летела чучка, я думаю, сложно было бы. А тут штанга, каркас. И если я не ошибаюсь, как раз таки каркас именно передней стойке ворот. Что означает, что это точное попадание. Но не настолько точное, чтобы посетить сетку Олега. Варижук будет водить аут. Михаил. Нам Нищенко. На половину поля соперника. Но Дову больше не встегнет на этот пас. Варижук пробивает. Зблоковано. Мяч остался в поле. Мне кажется, Нищенко просто вперед, туда, в борьбу. Никто не подключился к этой борьбе. Симах на Рагульчика. Не мать Артем пробитись. Насколько удачлив сегодня он в обыгрышах. Все равно мяч того команды остался, не покинул он пределы. Как классно, на самом деле, Яценко зберег в межах поля. Мяч. Но сегодня очень хорошая самая отдача играют. Футболисты в белых футболках. А вот Родоса, просто гайдолики по мотивации, то почти нет. То наоборот. Да, да. Я с тобой полностью совершенно согласен. Но один мяч, это совершенно не то, что нужно для, будем так говорить, победы. Потому что играть еще три минуты, все, что хочешь, может произойти. Одна удачная атака с Сибы Веннинга и счет 7-7. И потеряли очки. Как раз, когда их нужно брать. Как раз, когда нет основного вратаря, повторюсь. Да и сбор не идеальный у Сибы Веннинга. И это все-таки прочитал, я бы ответил, мне кажется, Пасечник, потому что уверенно так брынул в левый фланг. Ну вот сейчас открытые ворота. И сейф. Сейф-то старался сделать, Чучка, но не справился. Яценко Сергею дал передачу на Рагульчика Артема и у нас хэт-трик. И счет 7-7. И полторы минуты. Ну сейчас много. Следующее впечатление, что вдохнули зелье молодости Сибы Веннинг. Мне кажется, что это может сыграть злую шутку. Ну, пытание лишь только скину. Чи с ним, а чи с родовсом. Ну, в данный момент, конечно, я имел в виду, что с ними, но, опять же, все зависит от игры. Будет досы динамично, как бачим, остальная хвилина у нас. Максимальные обороты намагаются обнимать обидвие команды, я чувствую, что треба забывать. Васичник просто послизнулся. Поехала опорная нога, восстанавливался в этом моменте. Вот сюрприз будет, конечно, если удастся таки сыграть мячу. Пасечник на Третьяниченко, Ярослав с мячом. Диагональную передачу отдавал на неточный ирогульчик. Артем сейчас мог бы обыгрывать, но оббил. 20 секунд. У кого больше сил сейчас? Вторая, будем так говорить, потеря сцепления у Артема Рогульчика. Диценко классно перехоплю, разгоняется, удар по заворота. Ну, все, схоже, цей матч у нас завершится в ничью. Ну, а у Родоса я буквально декілька секунд, чтобы сейчас поменять. Удар. И звучит свисток. 7-7. Ничья, вот такие. Вот такой результат.